Итак, сначала в семье должно появиться чувство, что я дома отдыхаю, мне хочется домой. Это уже вера близкого человека. Вот представьте, если бы там тигр сидел дома. Там отдыхали? Ну, приходит домой, там тигр. С соседней комнатой, пусть там даже закрыто, замок. Ну, вы отдохнете, нет? Ну, дали ему мясо, как бы, вроде не голодный. Вдохнете? У меня есть одна знакомая, она живет в святом месте, женщина, пожилая, больше 70 лет. И она мне как-то сказала, мы зашли к ней в ее келью, она живет в Индии. И она мне как-то, она такая простая, мне рассказывала про алтарь, про духовную жизнь свою. Потом между делом как-то сказала, а вот здесь у нее борту зубов уже нет, такая старенькая. А вот здесь под кроватью у меня кобра живет. Ну, кобра, у кобры смертельный яд. Там вариантов нет. И, знаете, у меня так ноги подкосились, такое. Ну, я как бы, типа, я же верующий человек, все нормально, но ноги почему-то подкосились. Не знаю, что они меня выдали. Как-то нехорошо так повели себя. И я спросил ее, а что, зачем? Она говорит, ну, я старая уже, я не могу ее оттуда выгнать. Ну, как бы, ну, правда, старая уже, совсем старенькая. И она говорит, ну, как бы, я ей молочко даю там туда-сюда, и кормлю ее, и она меня не трогает, я ее не трогаю. Мы с ней живем нормально. С коброй. Чувство комфорта возникает в сердце. У нее, ну, нормально, она нормально живет дома. Вот, но, как бы, мы не можем имитировать это состояние. Это признак святости, когда человек верит в Бога настолько сильно, что объекты страданий перестают вызывать страдания. По факту, есть разные силы судьбы. Иногда человеку не нужно жить рядом со своим близким человеком. Есть признаки этого, я вам сейчас опишу. Этот человек постоянно меня ненавидит. Он постоянно меня мучает. Он не хочет никаких компромиссов. Он постоянно находится в состоянии аффекта, то есть или наркотики, или пьянства. Он не хочет работать. Он издевается надо мной и угрожает жизни мне и моим детям. Это значит, что надо жить отдельно, но не разводиться. Потому что есть разные расстояния по отношению к своей судьбе. Ну, разные расстояния мы должны делать. Понимаете? Вообще, человеку не обязательно страдать в личной жизни. Вот у кого из вас, ваше пребывание с близким человеком угрожает гибели вашей? Поднимите руку. Ну, вот это исключительный случай. То есть один-два человека могут поднять, это исключительный случай. Значит, надо стараться жить отдельно, но не разводиться. В остальных случаях можно тоже не страдать, находясь с близким человеком. Надо просто пересмотреть свое отношение к нему. Надо понять, что он не объект, который дает мне счастье, а он экзаменатор моей жизни. Веды говорят, что близкий человек предназначен для того, чтобы мы сдавали экзамены рядом с ним. И система работает очень просто. Сначала та система, перед которой сдаешь экзамены, привязывает к себе, а потом дальше заставляет тебя мучиться. Вот, допустим, если, допустим, я прихожу в строительный институт, там сдают экзамены. Мне надо тоже с ними сдавать экзамены. Я буду мучиться. Я буду мучиться. Не буду, потому что мне этот строительный институт не сдался. Ну, я не хочу быть строителем. Ну, не буду я там, ну, не сдал, не сдал эти экзамены. Меня заставили там сдавать экзамены. Ну, я не хочу быть строителем. Я, как бы, мне сказали, тебе два. Я говорю, ну, слава Богу, слава Богу. Я пошел. Наконец-то я могу уйти спокойно. Поставили какую-то двойку. Ну, а если вы хотите быть строителем, другая ситуация. Правильно? Видите, причина страданий-то в чем заключается? Что мы чего-то ждем от человека. Мы ждем от него чего-то. И в этом вся проблема. Потому что объект веры выбран неправильно. И это объясняет, что в этом мире счастлив только тот, кто понимает, что все объекты, которые находятся рядом с ним, предназначены только для сдачи экзаменов. И все. За исключением святости. За исключением святости. Вот там уже можешь верить сколько хочешь.